Всем привет. Меня зовут Чернов Иван. Можно просто Ваня. И я питон-разработчик в островке. За последние два года через мои руки прошло достаточно много проектов. Это платформа e-mail маркетинга, сервисы бронирования и бэкэнд основного сайта. Но на самом деле я хотел бы вам признаться в том, что последние три месяца я еще пилю и фронтенд. И вы знаете, когда вы одновременно пишете и фронтенд, и бэкэнд, это такая небольшого рода шизофрения. И сначала вы посылаете запрос на бэкэнд и получаете примерно такой ответ. И думаете, а что вам, собственно говоря, хотели сказать этим. Так как вы пишете и бэкэнд, вы не особо запариваетесь с облайми, переключаете проект, начинаете читать код и понимаете, что на самом деле это все просто. У вас был ошибочный запрос и у записи в базе был какой-то неправильный статус. Это навело меня на мысль о том, что надо поковырять какие-то стандарты, посмотреть, может менялось, как должен взаимодействовать клиент с сервером, и я нашел граф QL, хотел бы про него рассказать, но план моего доклада будет примерно следующий. Я бы хотел немножко рассказать про веб-программирование в общем, потом остановиться на REST, очень-очень плотно остановиться на граф QL и посмотреть на все его возможности в сравнении с REST, потом дать небольшие практические советы и в конце подвести отток, чтобы вы ответили себе на вопрос о том, использовать вам граф QL или нет. Погнали. Моя причастность к веб-программированию началась с того, что я открывал блокнотик, писал HTML, сохранял файлик с нужным расширением, открывал в браузере, видел Hello World, очень радовался этому. Потом я начал учить JavaScript и туда добавлялся какой-то интерактив, а дальше уже хотелось, чтобы это все появлялось без перезагрузки страницы. И в этом нам помогает прекрасная технология AJAX, которая позволяет ходить на сервер за какими-то данными без смены сессии, так сказать, у пользователя. И как мне кажется, это дало прям бурный рост, потому что спустя буквально несколько мгновений все начали пилить свои API, Application Program Interface, к тому, как забирать эти данные. И как вы поняли из темы моего доклада, я бы, наверное, хотел бы остановиться на REST и не совсем корректно называть REST стандартом, потому что REST это скорее архитектурный паттерн, который накладывает некоторые ограничения на то, как вы пишете свой бэкэнд. Конкретно там выделяются 5-6 пунктов по-разному, я выделил 5. Это, конечно же, в первую очередь клиент-сервер. Второе это то, что от клиента сокрыто то, сколько у вас серверов стоят на бэкэнде, там есть какой-то лод-балансер или они разделены по сервисам. Третье это то, что у вас стейтлесс в бэкэнд, ему в приходящем запросе для него приходит достаточная информация для того, чтобы выполнить этот запрос. Это кэшируемость, то есть ваш сервер может отдать, насколько нужно кэшировать тот или иной ответ, чтобы уменьшить количество запросов. И, наверное, самое важное это унифицированный интерфейс ко всему тому, что у вас лежит в вашем хранилище, там в базе данных или в кэше или еще где-нибудь. Как это применимо непосредственно к веб-разработке? Это означает, что у вас есть два типа урлов. Одни манипулируют со списком объектов, а вторые непосредственно с каким-то одним конкретным объектом из них. И мы для этих манипуляций используем HTTP-глаголы, которые делаются для меня на два таких больших класса, как чтение с помощью ключевого слова get. И эта операция должна быть без сайд-эффектов, то есть она не должна ничего менять в вашем хранилище. И вторая манипуляция уже предназначена непосредственно на изменение данных, как то либо создание нового, либо изменение текущего, либо его удаление. И эти операции должны быть, как правило, индепендентны. То есть сколько раз вы не послали, они должны выполниться одинаково. В принципе, в GraphQL от этого сильно не отошли. И здесь я бы хотел задать вопрос, сколько вообще в принципе и зрителей знают, что такое GraphQL. Можете поднять руки? Ну, отлично, отлично. Видимо, все-таки хорошую тему выбрал. Теглайн у них такой. GraphQL — это query language для вашего API. Ну, давайте себе представим ситуацию, что мы разрабатываем, как мы будем хранить данные, базе данных. Для этого нам сначала нужно описать их схему, задать какие-то вьюхи. В данном случае в GraphQL это тоже схема и сами queries, которые могут быть сделаны. Потом ваш клиент пишет запросы с помощью этих queries и получает все данные, которые ему необходимы, в одном ответе. Это, наверное, такая ключевая фишка, о которой я буду рассказывать на протяжении всех следующих слайдов. Давайте попробуем пойти по этому плану. И я, к сожалению, не придумал ничего более умного, как показать GraphQL на примере бложика. В данном случае это не JSON, это GraphQL схема. И у нас есть три сущности. Это пользователь, это его запись и это комментарий к этой записи. Но мы же здесь все питонисты, все бэкендеры и, наверное, надо показать, как все-таки это будет в питоне. Во-первых, мы ставим библиотечку Graphen. Она framework agnostic. То есть, ну, неважно, на чем вы пишете, на Django, Flasky или хотите просто использовать GraphQL. Но в данном случае я взял ее имплементацию вместе с Django, потому что Django очень простая и удобная для того, чтобы какие-то прототипчики писать. И я оставляю на усмотрение слушателя то, как реализовать модельки в Django. Я хочу непосредственно показать код библиотеки. В данном случае мы импортируем класс Django object type, от которого потом наследуемся и указываем в нем модельку. Что происходит дальше? Дальше библиотека делает интроспекцию вашей модельки, смотрит, какие есть поля, и на основе этого автоматически выстраивает GraphQL схему. Вот так и просто она задается. Теперь нам нужно задать query. Чтобы задать query, вам нужно тоже наследоваться от абстрактного типа, сказать, какие вы хотите делать запросы. В данном случае я сделал просто запрос, который достает запись по определенному ID-шнику. Ну и такую небольшую оптимизацию, чтобы комментарии тоже выгружались сразу вместе с ней, вместо того, чтобы делать N плюс один запрос. Давайте попробуем сделать запрос. Вот так он выглядит. И это тоже не JSON, это вот такой язык запросов у GraphQL. В данном случае мы получаем заголовок первой записи. И вы, наверное, зададите мне вопрос, а в чем, собственно говоря, разница с REST? Ну, если так посмотреть, на самом деле ни в чем. Мы точно так же делаем GET на первую запись, но получаем все в ответ, не только заголовок. И для того, чтобы в REST у вас получилось то же самое, что в GraphQL, вам, скорее всего, придется сверху накрутить какой-нибудь параметр fields, в котором клиент будет передавать, а какие, собственно говоря, поля ему нужны в ответе. Усложним немножко задачку. Теперь мы хотим выгрузить еще и комментарии. В принципе, в GraphQL для этого достаточно будет добавить, собственно говоря, комментарии, то, что вы хотите текст из этих комментариев. И это все будет из коробки, потому что библиотека посмотрит, что у вас есть связанная модель коллекции, и она их добавит. В случае с REST мы идем, опять же, выгружать нашу запись и потом идем выгружать вложенную в нее коллекцию. То есть уже идет вместо одного запроса два. Но, опять же, я немножко привираю, потому что, как правило, люди делают какой-нибудь GET параметр vis, в котором указывают внутренние коллекции, и они выгружаются за один запрос. Опять же, все получается то же самое. Давайте просто немножко усложним задачу. У нас на сайте, кроме записи и комментариев, еще есть такая полоска навигации, на которой мы хотим размещать, какой пользователь сейчас просматривает, собственно говоря, эти записи. Для этого мы задаем второй query, который я назвал me, и который отдает просто залогиненного пользователя вашего. И для того, чтобы к вашему запросу в случае графки L добавить этого пользователя залогиненного, вы добавляете рядом query, говорите, что я хочу получить юзернейм или аватарку, и он к вам, опять же, приходит в одном запросе. В случае REST мы идем за постом с комментариями и идем за пользователя. Наверное, вы уже поняли, что я подвожу вас к пункту того, что графки L — это такой специальный язык запросов для агрегации разнородных данных на бэкэнде, вместо того, чтобы делать много запросов на фронтэнде. И почему это важно? Ну, наверное, вы знаете, что браузер имеет очередь на запросы к одному домену, и нужно как-то из этого выкручиваться. Кроме того, когда вы пишете запросы к своей базе данных, вы же не пишете их каждый раз, что там select, звездочка, from posts, where ID равно 1. Нет, вы пишете какой-то prepared statement, в который потом можете передавать нужный дикт, и используете одну и ту же query много раз. Даже там, ну, скорее вы используете ORM, но если вдруг до RAW SQL у вас доходит, то это как-то так, скорее всего, делается. В графке L тоже можно это делать. Есть ключевое слово query, с помощью которого вы можете назвать весь свой запрос и передать туда какие-то переменные. И когда ваш запрос будет идти на бэкэнд, вам нужно будет еще рядом положить JSON-ку, в которой будет какой переменной, какое значение выставить. очень-очень много еще разных фичей есть в графке L, но я бы не хотел бы на них прям так подробно останавливаться, потому что тогда бы доклад в 20 минут не уместился, к сожалению. Есть отложенная загрузка. То есть когда вы точно знаете, что у вас есть какие-то данные, которые будут приходить очень долго, и вы хотите, чтобы первый запрос у вас выполнился быстро, а потом, если клиент пришел с ним же, уже загрузили все данные. Это делается с помощью ключевого слова defer. Есть подписки. То есть когда вы говорите, что я хочу получать все обновления комментариев, вы приходите с одним и тем же запросом и каждый раз получаете свежие данные. И главное, наверное, что я упустил, это мутации, так как большинство вещей, которые я рассказывал до этого, были про чтение ваших данных, в то время как про изменения ничего не было сказано. Собственно говоря, мутации задаются точно так же, как и квери, и они ответственны за то, как у вас будут, какие функции для изменения данных сможет вызывать ваш клиент. И вишенка на торте. Это IDE для написания этих запросов. Их на самом деле много, но я конкретно работал с график QL. Там есть подсветка, там есть автокомплит. И, наверное, самая важная фича в правом верхнем углу – это документация. Вы тыркаете на вашу документацию и видите все запросы, которые клиент может делать к вашему сервису. Вы хотите узнать, из чего состоит запись, какие у нее есть поля. Вы на нее тыкаете, видите, что там есть заголовок, автор, собственно говоря, тела, запросы и комментарии. Вы не знаете или не помните, ну, помните частично, что вы хотите. Там есть встроенный поиск, и вы сможете все увидеть. Но как-то я очень-очень нахваливаю технологию. Кажется, что вот надо, в общем, брать, и все у вас будет отлично. Нет. Когда вы идете и пытаетесь ее использовать, вы сталкиваетесь с суровой реальностью. И дальше пойдут некоторые практические заметки из этой суровой реальности. Во-первых, библиотеки не хороши. Хорошие библиотеки есть только в Node.js. В некоторых языках библиотеки вообще на альфа-стадии, например, в Голанге, если вы зайдете в репозиторию GraphQL.go, то вы увидите большими буквами альфа-стейдж, не используйте в продакшн, как бы не стоит ее брать. Если говорить про питаньячую библиотеку Graphen, то она достаточно хорошая. Мне кажется, что ее уже можно использовать, но она не поддерживает все фичи. Например, ту же отложенную загрузку она не поддерживает. Второе. Если у вас бэкэнд выстроен по принципам микросервисов, то имплементировать GraphQL в каждом микросервисе видится как огромный оверхед. Скорее вам нужно сделать единую точку входа или применить паттерн на PDI, в котором будут происходить декодирование, скажем так, GraphQL запроса в REST запросы или другие ваши микросервисы и кэшироваться данные, например. Получается такой сервис, который занимается агрегацией данных из ваших микросервисов для того, чтобы клиентам было удобно. В качестве реализации такого API Gateway хорошо подходит Apple сервер, но он, к сожалению, тоже на Node.js. Некоторых людей это отталкивает, некоторым, в общем, все равно. Третье. Ваша GraphQL схема — это не та же самая схема, которую вы используете в базе данных. Схема базы данных предназначается для того, чтобы хранить данные. Вы там их нормализуете, правильно складываете, какие-то индексы делаете. В то время как GraphQL схема — это про то, как клиенты будут отображать эти данные. И в этом случае делать некую денормализацию скорее огромный плюс, чем минус. И я знаю, что вы мне хотите сказать, что на бложике я сейчас только что намаппил одно на другое, но это всего лишь был пример для того, чтобы показать, как работают запросы. Это не совсем то, как его надо использовать в продакшене, скажем так. Давайте же подведем итоги. Плюсы. Во-первых, у GraphQL строгая типизация. Вы всегда знаете в ответе, какого типа к вам придет поле, будет оно обязательно и не обязательно. На основе этой строгой типизации и возможности интроспекции схемы GraphQL у вас есть автоматическая генерация документации, что очень удобно, потому что вам не надо писать ее руками. Третье. У вас есть кастомизируемость. То есть каждый ваш внешний клиент может задать тот формат, который ему требуется. Но эта кастомизируемость всегда палка на двух концах, и для вас она оборачивается в потерю контроля. То есть вы предоставляете такой инструмент для фронтенда, а вот как его они будут использовать, ну не совсем понятно. Они могут навертеть там всякого разного, что приводит нас к следующей проблеме, что вам нужно будет заниматься оптимизацией этих запросов. Либо оптимизацией со стороны фронтенда, когда вы на них смотрите и говорите, да ты тут четыре раза одни и те же данные спрашиваешь, может мы как-то их по-другому положим. Или же наоборот. Вам нужно будет, фронтендер скажет вам, что нет, мне нужно именно так и только так, и вы будете пытаться из контекста понимать, какие джойны надо будет делать на бэкэнде или нет. Ну и такой слабенький пункт в качестве минусов, это rate limiting. Если вы делаете какой-то публичный API и к вам приходит запрос, в запросе спрашивается пять сущностей. Допустим, на одну из сущностей вы хотите сделать rate limit. Что же происходит с ответом, когда он в него упирается? Вы же не можете не отдать ему всего, потому что иначе приложение завалится. С другой стороны, отдавать все кроме одного немного выбивается из стандарта GraphQL. И суммируя все эти пункты, я бы, наверное, ответил, что сегодня не стоит его использовать. Вот правда, очень молодой формат, очень бурно развивается, очень интересно за ним следить. Но единственный use case его применения показали две достаточно большие конторы. Это Facebook и GitHub, у которых очень много certpad клиентов, которым данные нужны в разном формате, и поэтому они предоставляют такой интерфейс. Я собрал ссылочек, где можно почитать про сам GraphQL и в каких конторах его использовали. Также на моем GitHub вы сможете найти обложек, который я вам сегодня показывал. И, наверное, фолловьте меня на твиттере по собакованазиум23, и я готов слушать ваши вопросы. Спасибо, Иван. У кого есть вопросы? Ага, вижу. Могу просить еще раз поднять руку. Добрый вечер. Спасибо за доклад. Вопрос следующий. А есть ли какие-то имплементации в асинхронной фреймворке? Да, есть. Ну, то есть вот Apple и сервер, он поддерживает деффер, стрим, лайф, ключевые слова, которые позволяют делать асинхронную загрузку данных. То есть мы также модели описываем правильно и обращаемся в базу уже… Нет, вы описываете модели так же, как и есть, просто вы в запросе можете сказать, что вот эту модель загрузи мне асинхронно, пожалуйста. Хорошо, ладно, спасибо. Еще вопросы? Там сзади где-то. Ага. Привет. Спасибо за доклад. По поводу третьего дополнения у меня вопрос. Как раз, когда модель не отражается идеально в ту, скажем так, вьюху, которую я даю пользователям, насколько сложно реализовать такую виртуальную модель с поддержкой всего, что там есть, типа фильтрации, выбора полей и так далее, если это не мапится однозначно в модели, не мапится, соответственно, в запросах к базе? Ну вот смотрите, банальный пример. К сожалению, опять вернусь к микросервисам. Когда вы поставите этот API-гитвей и опишите в нем схему, то в качестве резолвера у вас будет HTTP-запрос. Это не будет поход в какую-то базу данных. Это будет такой же классический REST или SOAP или что у вас там на бэкэнде. Есть еще вопросы, коллеги? Я ответил на вопрос? Коллеги, еще вопросы? Вижу руку. Чур, я первый. Спасибо за доклад. Я правильно понял, что основной плюс GraphQL в сравнении с REST, это чтобы сократить количество запросов? Да. То есть больше плюсов нет? Да? Ну, я для себя ответил, что да. Спасибо. Господа, что вопросы? Насчет количества запросов. Нам, видимо, HTTP-2 поможет в этом вопросе. Я бы хотел спросить по поводу кэширования, от которого мы, похоже, отказались, когда мы перешли на GraphQL. На тему кэширования действительно вопрос достаточно сложный, но кажется, что в кэш можно складывать, например, все поля, а потом их вырезать. Ну, то есть это наиболее близкая имплементация того, как можно делать кэширование. То есть нам придется и на сервере кэшировать какие-то отдельные сущности, то есть если нам пришел… Не-не, в плане клиента там есть библиотечка от Facebook Relay. Ну, собственно говоря, стандартная связка идет React Relay и GraphQL, и, собственно говоря, библиотечка Relay организует кэширование на клиенте. Она делает какую-то магию под капотом, я, к сожалению, не готов о ней разговаривать. И все равно нам придется на сервере тоже, наверное, кэшировать, когда у нас два соседних тюзера придут за одними и теми же моделями, чтобы дважды не пересчитывать. Ну, мне кажется, что это типичная бэкендерская задачка, и вы все равно будете использовать кэш вне зависимости от того стандарта, который вы выбрали. Если бы мы просто сказали, что Nginx хранит кэши, и было бы у нас все просто и хорошо. Вот. Нет, там нету никакой автоматической магии на тему кэширования. Спасибо. Финальный вопрос? Вот тут спереди. Скажите, пожалуйста, во-первых, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь встроенная тоже магия для поточной загрузки? Да, стрим. Стриминговый IP поддерживается в GraphQL. Если нам нужно выгрузить данные, у которых схожий набор данных в одном поле и, например, большое количество данных в другом поле, это будет как выглядеть? Как большое количество одинаковых данных? Да. Если я правильно вас понял, то да. Ну, возможно, это не очень хорошо. Не все в СААПе XML используются как транспорт. Ладно, спасибо. Отлично. Давайте еще раз поблагодарим Ивана за интересный доклад. Спасибо. Спасибо. Спасибо.